Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию старую модель для ловли судака, которая изготавливается на тройнике. Тройничок сам можно использовать как отдельную приманку, так и очень хорошо работает, когда к любой колебалке прицепить его вместо основного тройника. Всем хороша эта приманка, кроме того, что для хвостика нам понадобится вот такой специальный мех альпаки. Без него наша рыбалка никак не будет проходить, так как особенность игры и длины этого меха заменить чем-либо просто невозможно. Я беру небольшую вот такую щепоточку, совсем небольшую, этого меха для хвостика. Так же, как и в старину делали козьи бородки, которые тоже ничем не заменишь, кроме как с козьей бороды шерстью. Поэтому, если у вас есть возможность, постарайтесь изготавливать так, как она есть, эта приманка, не меняйте. Берем совсем небольшую щепоточку. Если соизмерить с толщиной, вот в сложенном состоянии, должна составлять где-то порядка, как спичка. Потому что большая толщина не даст возможности играть к хвостику, а значит и привлекать рыбу. Здесь же уберем тот подшерсток, который есть. Он незначителен. И укладываю так, чтобы можно было разделить мех на две равные части, чтобы он у меня, мой тройничок, мое цевьё, обхватывал равномерно. Подровняем и окончательно подхватим. Так, чтобы мех у нас вышел сразу между двумя загибами тройника. Сразу поправим. Вот так. Подвину вам, покажу. Вот такая должна выйти хорошая кисточка. И здесь у загиба я буду крепить совсем-совсем немножечко люрекса. Люрекса я взял качественного, который хорошо отражает ультрафиолет. Он так и обозначен. Чтобы не закручивался в моем хвостике, который мы изготавливаем. Совсем-совсем-совсем немножечко для того, чтобы придать какие-либо блики. Так как глубины для рыбалки бывают разные. Укладываю его поверху, делю на две равные части и развожу опять во все стороны, чтобы огибал мой тройник. Подровняем, остатки отрежем. Основную заготовочку мы уже с вами изготовили. Теперь остается нам совсем немножечко, щепоточку небольшую, необходимо добавить любого вот такого красивого люрекса. Учитывая то, что наш стример будет почти весь в черных тонах, я возьму немножечко оранжевого, белого. И сделаю совсем небольшой шарик для того, чтобы скрыть все мои обмоточки. Но перед этим я промажу все хорошо клеем. И здесь закреплю пленочку. Пленку я отрезал с упаковки. Но вы можете использовать обыкновенный вот такой люрекс, который продается в любом галантерейном магазине или же в наших рыболовных магазинах. Так как я все буду садить на клей, здесь качество материалов существенно не имеет большого значения. Закрепим нашу пленочку. Отведем в стороночку. И чтобы больше уже здесь не мотать, закрепим наш люрекс. Добавляем наш даббинг. И аккуратно, дабы не повредить нашу нить, проматываем, скрываем следы обмотки. Много накладывать нет смысла, так как мы забираем полезное пространство у нашего тройничка. Совсем-совсем-совсем-совсем немножечко. Так, чтобы доходило до края, до начала жала тройничка. Закрепили, остаточки убрали. И теперь я для крепости промажу основание клеем, уведу нить и обмотаю пленкой. До колечка. Вот такой огрузки, которая составляет порядка полутора граммов. Вполне достаточно облавливать ультралайтом до трех метров глубины. Больше нежелательно, потому что качество игры несколько меняется. Так, и теперь здесь красиво начинаем обматывать наше тело. Пленка достаточно крепкая. Можно в натяжечку вот так ее проматывать. Доходим до колечка и здесь крепим. Остатки отрезаем. И сразу, пока клей наш еще не схватился, крепим перышко. Перышко само может быть любой расцветки. Но мною уже проверено, вот черное, белое и желтое перо, как на джиге, который я изготавливал, работает вот этот контраст просто магический. Поэтому давайте мы будем использовать проверенные варианты, а вы уже, пожалуйста, экспериментируйте, как сами захотите. Подготовили площадочку. Накинем полуузел. И здесь, отведя оборотки, сделаем, сколько у нас выйдет оборотов. 2, 2, 3, 3. И это уже не столь существенно. Главное, чтобы создать небольшую опушечку. Следим за тем, чтобы осталось место для нашей головки. Чтобы было за что крепить потом. Промотали вот мы с вами. Три оборота вышло. Я думаю, будет вполне достаточно. И крепим наше перышко. Уводим бородки все назад. Осторожно, чтобы оттройничок не повредить пальцы. И здесь делаем завершающий узел. Головка не должна быть здесь выдающейся. Поэтому пару-тройку оборотов будет вполне достаточно. Очень хорошо работает в тандеме практически со всеми колебалочками. Но игра ее немножко меняется. Но за счет этого можно спокойно облавливать все мелководья. Потому что наш длинный хвостик не позволяет нашей колебалочке погрузиться. Как летучий змей держит ее на плаву. Вот мы все и закончили. Сейчас немножечко я подкрашу. Подкрашу где-то здесь красным цветом нашу головку. И наш стример для сутака готов. Покажу вам во всю длину. Вот как вы видите, достаточно длинный хвостик. Очень-очень подвижен в воде. Хорошо играет и привлекает нашу рыбу. Пробуйте разные варианты изготовления тела. Но вопрос в том, чтобы у нас был тройник с длинным цевьем. Это конечно есть небольшая проблема. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.